Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, студии працуя Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. У Гомель прошли первые районные субботники. Органичный фруктовый сад заклали в Гомельском районе. У школьников распочались авиасновые каникулы. Сегодня означается Международный день театра. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Гомельской области протягивают нарушивать вытворшие могутности. У Красовику плануется открыть птушкафабрику в Ветковском районе с выходом продукции 20 тысяч тонн мяса в год. А так само молочный комплекс в Райшинском районе на 600 голов дойного остатка. А кроме того, до конца года плануется увести в эксплуатацию 9 новых живелогодовщих по мешканню. Это дозволит створить на молочно-товарных фермах завершенный цикл вытворчести молока. Областный комитет Держконтроля проведет горячую линию по пытаниях наведения парадки в лесном фонде. Поведомить про факты безгосподарности у Тымлику об стихийных звалках бытовых отходов можно будет завтра. Звонки принимаются по телефону у Гомеля 23 83 71 с 12 до 13 годин. 25-го Саковика у Гомеля прошли первые районные субботники. Жихары города наводили парадок коля своих домов и офисов в шматликих громадских местах. Подробязности в наступном материале. Это один из первых субботников в этом сезоне. По сути, Минавитайон дал старт широкого традиционных мероприемств по доброупорядкованию в регионе. Одни из наибольш масштабных работ разгорнулись в этот день в советском районе Гомеля. Центральные пляцовки тут обраны сквер и Мяшавченки. Популярную у мясцовых же хоров территорию для отпочинку вы решили обновить после зимы. Суместно со специалистами жилево-коммунальной господарки гамельчане узялись за уборку леташнего листья, подрухтовку кветников, фарбовку и рамунт лавочек. Специалисты предприемства «Гарсвятло» обновили систему осветления. Здесь работает администрация, она занимается клумбами. Здесь у нас привлечен БРСМ, различных учебных заведений, представители кожуру, кермаша, гурсапа. Субботник – это не только возможность навести порядок здесь, на нашей территории. Это, в общем-то, наш район, где мы ходим, отдыхаем, с семьями сюда приходим. Еще и возможность пообщаться с коллегами, как-то повеселиться. Но для нас это всегда праздник, потому что солнышко светит. Работа, в общем-то, не тяжелая. Шматлюдно было и в чугуночном районе областного центра. Тут местные жихары узялись за доброупродкование каскаду озер на скрыжевании проспекта «Космонавтов» и в улице Озерной. Особистым прикладом запросил на субботник гамильчан и депутат палаты процтауников Национального схода Республики Беларусь по Гомельской Сельмашевской окрузе Виталь Шилов. Кажет, для его это место и сегодня застаются самыми родными. Миновита тут провел большую частку своего життя. Здесь каскад озер, здесь очень прилегающий жилой комплекс большой. Много молодых семей с детьми будут выходить. Сейчас наступает тем более весенняя пора. И хотелось бы, чтобы они осуществляли свои прогулки на чистой, аккуратно убранной территории. Александр Гавейко, Павел Антонов, телерадио «Компания Гомель». Фруктовый сад за мест пустой, в учни наставники Рудня-Теляшовской базовой школы разом с местовыми же хорами почали реализацию социального проекта. На земле дзераней рос хмызняк, теперь будут квитнеть груши, яблони и абрикосы. Идея посадить на гэтый пустой фруктовый сад заявилась пять годов тому. Тогда она сдавалась и нереальной, и занадто дорога. И вот теперь мара становится явой. Проект Рудно-Теляшовского школьного сада перомог в конкурсе по программе малых грантов посольства США. Саду 400 фруктовых древов будет займать каля полторы гектары. Каля ста яблони и абрикосов посадят на территории школы, остатние на пустой чай побач. Ранее тут был хмызняк, землю очистили и подрихтовали для посадки. Первый уроджай планует собрать простры четыре годы. Во-первых, на школьный стол пойдут. Пойдут детям из многодетных семей. Людям преклонного возраста. Детский садик, конечно, подарим фрукты. Будут оставаться, мы будем продавать, у школы будут деньги. Сад будет органичным. Это значит не какой химию, удобрение. Полная экологичная частиня и безопасность для человека и новокольного сародья. А значит выключенная корысть. Школьники будут освоивать тут азы садовненства. Для мясцовых же хоров сад может стать местом для отпадшинку. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у школьников распочались весновые каникулы. На Гомельчине ближайшие шесть дюн будут працовать оздоровленшие лагеры дюнного знаходжения, которые наведают 8,5 тысяч детей. У Гомельским городским межшкольным центры до призывной подрыхтовки сегодня открылся лагер под назвой «Я Патриот». Его удельниками стали 25 подлетков, которые состоят на профилактическому лику. На протягу тень они будут спаборничать у интеллектуальных и спортивных гуднях, наведают выставы, состренутся с ветеранами Великой Айчины, правоохолниками и медиками. Их ждут занятки по основам безопасности житейности. Школьников так само познайомят с войсковым бытом, навушать сбирать, разбирать зброю, стрелять. Дареша у тех, кто добро о себе проявить, з'явится махчимость полепшить свою репутацию. В течение недели мы будем смотреть, кто из ребят, у нас бонусная такая акция проходит, кто из ребят самый дисциплинированный, самый активный участник данного проекта. В конце, в субботу на закрытие мы их также награждаем дипломами и ставим, и потом мы пишем ходатайство или в школу, или в ИДН, для того, чтобы этих ребят за такое примерное поведение образцовое в каникулярное время с учета сняли. Сегодня означается Международный день театра. Профессийное свято было установлено в 1961 году. Что год, и оно проходит под девизом «Театр, як сродок взаиморазумения и умоцования миру помеж народами». Про то, як сегодня працуют и развиваются театры Гомельщины, и чим тут готовы издевлять глядача. Репортаж Вероники Ворошилины. На старейшим театром Гомельщины з'является областная драматичная творчая труппа заслуженного коллектива Республики Беларусь складают признанные майстры сцены. Народные заслуженные артисты краины, а так само молодые актеры, які поступово пераймают в опыт своих старейших коллег. На базе установы традицина проходит Международный фестиваль театрального мастатства «Славянские театральные сустречи». Все лето он будет ладиться с 16 по 19 мая. Спектакли и творчые вечары, які проходят у Гомельским драматичным театры, зауседы корыстают с популярностью уже хоровых гостей города над Сожем. У ближайший час театрала очакают новые премьерные проекты. Сейчас мы работаем над комедией, которая называется «Спасибо, Марго». Это такая легкая лирическая комедия. Что-то будет похожее, наверное, на наши спектакли «Мою жену зовут Марис» или «Незамужняя женщина». И буквально вчера приступил к постановке пьесы Якуба Колоса «Антось Лата». Я надеюсь, к началу мая у нас выйдет этот спектакль и в конце апреля выйдет комедия «Спасибо, Марго». Самыми потребовальными театральными критиками, як ведомо, з'являются дети. Менавито тому у Гомельским державным театры «Лялик» до выбора репертуару подыходит вельми отказно. Кожную будущую постановку старанно анализуют и адаптуют под взрослую аудиторию. Меж тем, есть тут спектакли и для дорослых. Самый чаканный премьерой этого сезона станет нашумелый спектакль «Интервью с ведьмами» белорусского державного театра «Лялик», який отбудется в рамках обменных гастролев. Сирот цикавых премьер так само Тим Талер, або «Продадзенный смех» для детей среднего школьного взрослого и бурное житё Лазика Рочваница для дорослых. Уже нету того традиционного кукольного театра, когда ставили в углу ширму, рассаживали детей на стульчики и показывали спектакль. И сегодня всё-таки комплексно мы стараемся заниматься с детьми. И экскурсии проводим, и музеи у нас работают. То есть есть к чему приложиться при желании. Есть на Гомельшине театр, який отказываю густ у молодёжной публики. Всё лет её надо значить в своё 25-ти годе. Гомельский городский молодёжный театр робит сталку на интеллектуальную, сучастную российскую и замежную драматургию. Тут ставят комедии, мелодрамы, психологичные пьесы и каски для детей. Зараз в молодёжном театре идёт работа над новой постановкой «Дзюная миссис Сэвидж». В основе спектакля – комедийная пьеса американского драматурга Джона Патрика. Премьера запланована на 28-го красовика. И она промеркована до юбилея актрисы Галины Аншишкина, якая выполняет головную роль. Комедия с элементами детектива, хотя в ней присутствует всё. Я не хочу раскрывать ни фабулу, ни сюжет. Мы готовимся на события. И мы ставим высокий план. А когда ты её ставишь, ты к ней идёшь. И думаю, что спектакль будет и полезен и для актёров, и интересен для публики. Лиричная и музычная комедия, спектакль для детей, постановки на военную тематику складают репертуар Мазырского драматурного театра «Имя Мележа». Свою властную историю сучасный коллектив вядя с 1990 года. Калебустворенный театр. Межтым, первый драматурный гурток у Мазыры открылся ещё в 1913-м. У целом, в последний час на Гомельчине з'явився целых шерах, текавых и талиновитых актёрских работ. Их высоко оценивают же хары близкого и далёкого замежа. Они притягивают лядашоу разных поколений и поглядов. Театры регионы держат высокую профессиональную планку и отыгрывают важную роль в духовно-моральном и культурном развитии нации. Вероника Варашилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Это и иншая новинка вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.civergomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить Максим Самин. Продолжение следует...